или у кого вечер, у того вечер. Значит, в прошлый раз мы остановились на метроше из Борисши-Траба, вот сейчас он открыт перед вами, и на, соответственно, отрывке из Теркеяфот и говорили о создании чертеж. На самом деле, если мы говорим о создании чертеж, здесь надо просто понимать одну вещь, которую, где-то бегая вперед, в прошлый раз задавался вопрос. Дело в том, что... Я сейчас попробую... Здесь известный отрывок, это из книги пророк Ихэстеля, 28 глава, которая начинается воздействия плаща царя Цора. Цор – это город в районе нынешнего Левана, это по-русски Тир, он называется. И здесь описывается некоторое, вот, начиная с 13 стиха, описывается нечто замечательное. В Эдене, то есть в раю, в саду Божьем ты пребывал, всякий камень драгоценный в облачении твойон, рубин, табас, алмаз, хризалит, одет, дяшва, ну и так далее, золото. И вообще было замечательно, как Адаму в райском саду. Ты, ангел, хирург, хирургин, простирающий покров, я поместился на горе Святой Божьей, и там был ты средь камней огненных расхаженов. Беспорочным ты был, и далее при обширной торговле твоей дополнил смысл твоего злодея, и словно согрешил ты, и не смертли от тебя с горы Божьей, с высот Божьей, и погубил в себя хирургин из среды камней огненных. Возгордело сердце твое, я на земле поверх тебя, перед царями преду тебя позору, множество беззаконий твоих освердил святы Гипрой. Вот этот отрывок является основой для серии легенд о чертях, как о патших Ангелах. Ну, во-первых, здесь просто прямо написано, что хирургин был, был хирургин, был в высотах Божьих. Описание драгоценных камней взято, если вы откроете рассказ о сотворении мира со второй главы, с описания рая, где четыре реки, которые выходят из райского сада, и все драгоценными камнями, то есть здесь этот список несколько раз шире. И вот этот патший Ангел, который здесь явно описан, это и есть черти, и, собственно, легенда о патших Ангелах, это источник здесь. Собственно, это тот самый, который называется Люцифер по-латыни, сияющий огонь, в ней обзиях расхаживал вот здесь, в 14 стихе, да, и, соответственно, перед нами вот этот рассказ о патших Ангелах. Видите, самое замечательное в этой истории, что вот этот рассказ о Люцифере в еврейской традиции уходит куда-то в сторону. Здесь, может быть, полезно оговориться, и это замечание, в общем, некоторое ровное место, что когда вы встречаете некоторые христианские явления, особенно некоторые христианские явления, то, в общем, очень часто полезно искать в иудаизме, только фокус будет в том, что у евреев этого сорта понятие тоже есть, но обычно оно где-то на периферии, и идет перенесение с еврейской периферии в христианский центр. Такое случается довольно часто, и в данном случае это именно вот так. Хотя, по всей видимости, вот здесь я вынужден несколько аккуратно выражаться, во времена первого храма вот эта легенда о падших Ангелах, превратившихся в чертей, была весьма распространена, и мы ее находим в книге, которая называется книга, ну, по-русски книга «Эй, Ядахов» и «Виды великие системы Хадаха». Это, ну, сразу вопрос, это серия книг, я отдам книга 3, 4 или 5. И эти книги в еврейской в ряде до нас не дошли. Более того, эти книги, будучи еврейского происхождения, на еврейскую культуру толком не повредяются. Бывают такие явления, это опять некоторая довольно длинная история, о том, как вещь еврейского происхождения оказывается в еврейской культуре. Ну, из примеров, может быть, более очевидных, например, знаменитый философ Иоанн Александрийский, который у нас еврей, и выслил как еврейский философ, тем не менее, еврейскую культуру практически никак не повредял и внутри еврейской культуры, если честно. Могу еще привести подобные примеры, но в данном случае книга Хануха и Генуха оказался в этом положении. Хотя там действительно довольно много всевозможной ангенологии, книги про ангелов, довольно много. Исключение значит, фокус в том, что так сложилось, что в еврейской культуре не знает вообще павших ангелов. Точнее, знает, я сейчас обскажу эту историю, но павших ангелов, которые борются с Богом, еврейской культуре неизвестно. Более того, вот опять, я пока не хочу останавливаться на сатане подробно, просто рано, но давайте скажем так, в основной ветвь еврейской культуры, в основной линии, дектринальной линии, хотите, я такое слово могу употребить, то есть то, что является признанным всеми. Сатана является просто ангелом, а не как не чертом или подобным. По этому поводу падшие ангелы, которые у нас есть, они, значит, в данном случае я выбрал рассказ про падших ангелов, который приведен в спорнике малых медрашей, называется вообще ангел Шемхазай, извините, называется медраж сказания о Шемхазае, и я просто вот перевод на русский язык взял, этот медраж, достаточно литературу, как вывод на русский язык, и история о падших ангелах вот просто для сравнения. Значит, я напоминаю, значит, в истории о Люцифере, христианской, ангел, который был совершенно замечательным, взбунтовался против Бога, за что был безверг на землю, с тех пор хромает, и вообще всячески борется с Богом, и хочет на престол. Теперь падшие ангелы, так падшие ангелы. Давайте посмотрим, как выглядит еврейская победа ангелов. Значит, история начинается с некоторой медража. Тут история, этот медраж, он не первый в целой серии, и история начинается с некоторого рассказа, что, когда в Симусе доберевался тот человек, ангелы выступили против и сказали, зачем это творится человеком, он будет грешить, он будет делать плохое. Всевышний сказал, что зато человек будет делать хорошее, а вы не будете. По причине того, что где-то здесь скрывается общее представление о том, что ангелы, они не имеют свободы войны. Это посланники Всевышнего, он их послал, посылает на землю, там верит, когда надо что-то сделать на земле, Всевышний их посылает, чтобы они сделали. Сделать или не сделать, они выбора не имеют, потому что они ангелы, они честно делают, что им сказали. Человек имеет свободу выбора, но, но, на самом деле этот медраж, он как бы опирается на тот, но ангелы становятся со свободы. Значит, ангелов, как известно, заставили поклониться человеку, и здесь начинается история про то, как два ангела сказали, что они готовы пожить на земле и продемонстрируют, что они будут праведными, даже если будут жить на земле. А для тех, кто шибко образован, я напоминаю, есть вариация инскории, рассказанная, например, Багелем. Значит, и эти два ангела, одного звали Шэм Хазай, а второго Азаэл, вот такие типично ангельские имена, вот это окончание до Эль, оно, впрочем, может быть одинаково и чертово и ангельское в имени, но вот эти два ангела, они позволили некоторое время пожить среди людей. Когда ангелы спустились, то видели они красу дочери и человечества, и ничего с собой ангелы поделать в одну. Шэм Хазай обратил свой здоровый красавицу по имени Стагар и начал ее уговаривать, но та отвечала, что не согласится, пока Шэм Хазай не откроет тайное имя, с помощью которого Шэм Хазай возносится на небеса. Значит, опять еще один элемент, зачем о чертях, опять ровное место, черти знают магические тайны. И имя, которое в таких случаях упоминает такого рода текст, это имя всевышнего как регулярно перевозят переводчики, которые просто плохо понимают реалии. А это некоторый набор логических формул, которые черт или ангелы знают, и которые у них можно заполучить. По этому поводу красавица из Стагар вместо того, чтобы отдаться Шэм Хазайу, попросила у него какую-то логическую вещь, захотел узнать. И Шэм Хазай ради любви к этой женщине открыл ей имя, то есть эту формулу, красавица взяла и вознеслась на небеса и не делал ничего подарить на него. Дальше тут какая-то странная мораль про то, что Истагар находится в созвездии Плеяды, Плеядах, но это уже несколько странная такая вещь или другая опера ради теми. Тем не менее, Шэм Хазай и Азаэль, значит, Шэм Хазай, давайте я переведу сразу, Шэм Хазай это тот, кто видит имя, Азаэль это сила сильная буквально. Взяли себе жен, родили от них сыновей, Хивы и Сии их звали, Азаэль занялся дамкой косметики, дамскими украшениями, которыми женщины соблажняют мужчины. Опять, женщины как видите дьявольский сосуд, который соблажняют мужчины, вот вам еврейская вариация этой же самой темы. Не самая редкая, кстати. Значит, и после этого описывается, какие они были мощные, ночью Хи и Хивы увидели сны, один углогромный камень, с неба спустился ангел, и в пророческих снах эти самые бывшие ангелы, а Хи и Хива вообще уже родились на земле от ангелов и людских женщин. Очень опечалились. Значит, и тут Шамхазай раскаялся и повесился вниз головой между темой и темной и по сию фору он там висит в раскаянии. Азарин Вера с Кайлсой продолжает свое безобразие подскорить преступлениями женской косметики. Давайте я попробую кое-какие выводы отсюда. Ну, во-первых, Шамхазай и Азарин значит, я иногда отвечаю вопрос Бенеэль, я коснусь этого вопроса по поводу какой вид предмет ангелы, когда предмет на землю. Значит, я коснусь на землю. Значит, но самое интересное здесь, что мы здесь видим, что эти падшие ангелы, они решили пройти испытания, которые проходят любые люди, мужчины, в данном случае я имею в виду, мужчина хочет женщину, которой вы не положено хотели. Ему он в рамках морального долга, религиозного долга должен с собой справиться и либо отказаться от этой женщины, либо жениться на этой женщине на выбор. И это можете считать как испытание, можете считать это чем угодно другим, но ангелы с этим не справились. По этому поводу они не решили бунтовать против Бога. Вы можете считать, что Бог был с самого начала какое-то несогласие с Богом, а те ангелы говорят, что они лучшие людей, могут пойти по испытаниям, которые проходят люди. Но тем не менее, бунта нет. Есть несчастные жертвы своих страстей. Шенхазай вообще раскаяв понимают, что в лес кто во что будет справиться. А АЗЛ у нас оказывается этим ангелом женской красоты, искусственной женской красоты, подстрекая людей, то есть мужчин, преступлениями женской косметикой, притиранием и прочим. Собственно, понятно и очевидно, что этот рассказ, он является некоторым высказыванием на тему того, что в шестой главе там говорится и входили сыновья бодры, дочерям человеческому и рождали от них героев. Я не очень понятно, как переводить правильно этот, потому что и входили дне элогим, если правильно понимать, что вообще это ангелы, и связано с тем, что это правильное понимание, это, собственно, текст книги Йова, где с самого начала это точно ангелы не могут быть сомнений, ангелы они именно так и дают. Понятно, что любой человек, который хорошо знает игру, прекрасно знает, что слово name чего-то, сын чего-то, не означает сын буквально в смысле, а означает принадлежащий к чему-то. Бней-Гаир это не сыновья города, а горожане. Я просто какой-нибудь пример привожу. Город является, значит, ну, количество примеров такого рода можно привести в большинстве количества, но ходило кто-то принадлежащий к божественной свите, к дочерям человеческим и рожали от них героев. Вот вам дальше развернутый рассказ о Шен-Сазае и Азаэле. Это ангелы, да, от которых рожались герои. Это рассказ о Си-Ис-Иве там, который был. И, например, про этих их детей, ну, какой-нибудь выбираешь. Когда такой ребенок рождался, сейчас я буду нападать по-тойски, но когда такой ребенок рождался, значит, то он сразу был огромным и очень сильным. И как-то родился такой ребенок, и мама попросила новорожденного ребенка, вот этого от ангела и человека, пойти принести доступ обрезать папаиду. тот вышел за дверь новорожденный ребенок, который еще попали не обрезанно, и увидел сатану, который сказал, я тебя убью. Нет, сказал ребенок, я тебя убью сам, и только то, что у меня дед ножа и обрезан папаиду, не мешает, сказал ребенок. Ну, вот такая он. То есть, это именно вот эта иллюстрация. Понятно, что фраза, вот эта сама фраза в книге Гориши, книге Гориши, она просто темная. Она специально умышленно темная, я могу привести пример умышленно темных фраз в Библии. Это темная специально умышленно фраза, которая открыта для комментариев. И, например, у Онкелоса в переводе на фонбудический арамейский эта фраза переведена как какие-то датные люди к простым женщинам. Все слова, сразу скажу, что все слова выдерживают какой-то любовь. Я не уверен, что в оригинале это имеется в виду, я вообще не понимаю, что это имеется в виду, но это беда. я могу давайте чуть-чуть то же самое в более светлом вариации, значит, эту байку, она поздняя, то есть, соответственно, 18-18 лет, рассказывает про Бешта, про то, как некто предстал перед Богом после смерти, и Бог его стал задавать вопросы, чтобы решить достоин ли он райской жизни, что давал ли он сдоку, тот сказал нет, помогал ли он беду, тот сказал нет, у меня была очень дурная жена, он спросил ты там молился тщательно, сказал, как я мог, у меня была очень дурная жена и многое подобное. На все вопросы отвечал точно так же. Тогда ангел, который там был, сказал, что какую-то дурная жена стала протягиваться подряд. Было принято решение, что и этот человек, и этот ангел спустятся на землю, этот человек получит хорошую жену и посмотрит, как он будет жить, и поживет жизнь еще раз с хорошей женой, а ангел будет жить с дурной женой и посмотрим, будет ли он правильным. История кончается хэппи-эндом, ангела жигили женщине дурной дождь, имеется характер, если дождь не нужно, и тот кричил и стадал, и совершил страшный грех, просто дождься, этот ангел, а человек прожил жизнь как положено с хорошей женой, мораль очевидна. Только мораль здесь, что женщина, она не только делает мужчину дурным, но может и правиться. Но вот эта вот идея про Ангел, который из-за женщин нехорошо живет, она как бы стал некоторым фольклорным мотивом, евреевский прожил. Теперь, что касается истории про то, как Ангелы явились на землю, значит, когда Ангелы увидели человеческую женщину, я в дупле этой истории рассказываю, дело в том, что куча ангадот, медрашеи рассказывают, они называют вариациями. То в одной из вариаций этой вещи было, что когда Ангелы явились на землю, они же Ангелы, какая женщина, они бесплотные, они нематериальные. По этому поводу история, которая рассказывается, что Ангелы стали хватать горстями грязь и налеплять на свои тела для того, чтобы стать материальным. Опять, некоторая идея очень еврейская, и которая действительно зашита очень прочно в кучу иудейских вещей о том, что на земле не бывает нематериальных предметов вообще. Любой предмет для того, чтобы существовать на земле, обязан иметь материальную мунистику. Разумеется, в курсе философии я немножко расширил эту тему, дно. Когда мы говорим о чертях, то Ангелы классические, они как бы частично материальны, неполноценны материальны. Но что интересно, вот в этом я хочу закрыть потихоньку эту тему с Шэм-Казаэлем и Азаэлем, что в этой истории нам интересно, что, собственно говоря, они не о циферке. Шэм-Казаэ вообще где-то там летает между небом и землей, пребывает в раскаянии. Он грехи не позволяет вернуться до неба, он же намазался до землей, стал тяжелым он так принадлежать этому миру, убереть он не может и находится между небом и землей. вот такая образ вот такой. То есть для того, чтобы попасть на небо, надо избавиться от материального носителя, человек это делает через смерть, а бессмертный ангел просто ничего сделать не может и оказывается в повешенном состоянии. Азаэль продолжает жить на земле и сегодня он наверное живет в виде какого-нибудь короля возглавляет какой-нибудь модель линдов. Но они как бы не являются разночальными комбитентами черту. По причине того, что все потом сладо погибло во время потопа. И эта линия нас как бы не интересует. Я хочу усилить сказок среди многочисленных чертовых силов, которые существуют в еврейской эпидемиологии. Эта линия не имеет потомство. Эта линия не проявляется. И как бы Азаэль он существует, но существует только ну скажем я очень грамотный в этой области человек, поэтому я знаю, что он существует. Большинство народу просто даже его не знают. Его не знают в том смысле, что понятно, что можно почитать эту книгу, которую я прочел, прочесть дуплет в некоторых сборных медражей, но как бы пройти мимо этой истории, потому что она если глубока, то она хороша только тем, что в ней есть как бы это сформулировать подразумевания, очень еврейские подразумевания, которые лежат за этой историей, а не прямо в ней сказано. теперь, когда мы говорим о чертях как таковых, уже у тех, которые существуют, то мы сказали, что существует несколько линий на эту тему. Значит, проще всего мне в данном случае идти по первой-первой. Мы упоминали прошлый раз вот вот это вот Лили, который еще в предатель Кусибус Большой Гуг не дописал. Легенду Гуг им дали Лили, которые являются, вы говорили, демоницей женского рода Крылатый. Имя скорее Персид, скорее вообще это Лили. Мы сказали, что это женский вариант, но скажем, древние еврейские тексты там, где евреи были в Персид, в Персид, регулярно встречаются Лили. Вот даже за число слова Лили. То есть бывают русские женского рода. Но в более поздней литературе это только женское и только с окончанием И. Значит, и здесь начинается вещь безумной длины рассказ связанный с Лили. И опять это другой рассказ. Рассказ о том, как появилась вот эта первая чертовка. Но здесь прежде чем мне приступить прежде чем я хочу сделать одно предисловие. Спасибо. Продолжение следует... Значит, это моя беда. Я просто несчастье не привел ее до конца, то, ради чего я ее приводил. Я в этот раз должен был седьмой стих, а я его почему-то именно от людей выпал. Значит, я не могу, да, седьмой стих всегда просто прописать, я просто прописал. В седьмом стихе, вот здесь отрывок из книги Ишаяху 45 главы, значит, он очень идеологически очень важен. Так сказал Господь, помазок ему своему корошу, это царь персидский, Кир. И важно знать, что царь персидский, Кирилл Перс, он дуалист по религии. Дуалист это означает, что он верит в существование двух слов в мире, добрый и злой. Ахурамазда и Ахриманда, главное, это более веснующийся враг и яркость друг против друга. И весь мир представляет собой борьбу двух началов, добрый и злой. Когда мы говорим о чертях, особенно о крестянской традиции, то, собственно говоря, сатана, Люцифер и все подобные твари, они являются собой вот именно вот это дуалистическое начало. Как бы есть Бог, Он создал ангелов, ангелы спутновались, и теперь в мире есть две силы. Бог и вот это другое начало представленное диагноз. Более того, если вы посмотрите, скажем, с 11 по 15 веку, христианское исчисление, роль дьявола, роль сатаны, дьявола в религии христианской очень сильно росла. Вплоть до того, что можно было считать, что у христиан вообще пять богов. Ну, кроме того, стандартной троицы, надо добавить не забыть сюда, Марию, которая явно получает божественный статус. И сатана, роль дьявола очень сильно растет, и он получает почти божественную статус. По этому поводу у пирсов это было проще. У них вот это два бога. Сила зла и хаоса против силы добра и порядка. И идет обращение Киру к этому дуалисту, и к нему говорится в седьмом стихе приведенной главы. Я, говорит Господь, создаю свет и творю тьму. Значит, я цер это делаю, творю тьму, делаю мир, в смысле благополучие, и делаю зло. Я, Господь, совершаю все это. Это мощнейшие возражения, это мощнейшие векторы признака монотеизма. Источник зла в мире и источник добра в мире – это один источник, и это все очень. Насколько это важно, я могу сказать, что эта фраза, создающая свет и творяющую тьму, делающая благополучие, шалом – это на самом деле не мир, как принято переводить ее в современном языке, а шалом – это благополучие, целостность благополучия, ну, чтобы быть иллюстративным. Давид спрашивает своего удача, «Ма шмоб хамил хама?» Как дела на войне? Как благополучные ли на войне? Ну, шмоб хамил хама буквально, в современном языке, мирными ли на войне? Ну, понятно, что, значит... Так вот, эта фраза включена в ежедневную молитву. Вот это шалом, делающая благополучие, но дальше сделают маленьких попов. Увре воригидалий и творящий зло воригидалий. Ра курить здесь, рейш айн айн, разбивать. Шалом – это целый шалэм, а ра – это разбитый, уничтоженный. Ра лыгария – это драбичь. Там, идя навстречу все-таки пожеланиям простых людей, такая жутенькая фраза не поставлена, «Я делаю добро и творю зло» все-таки немножечко исправлена, и в молитве ежедневно написано «Увре эдхаколь» и творю все. Грамотные люди вроде на складе знают, что слово «все» скрывает за собой оригинальное слово «ра». Поэтому вопрос, может ли Всевышний создать зло, ответ – да. По причине того, что мы монотолийцы. Зло в мире, не абсолютное, я не говорю про абсолютное зло, я не думаю, что мы предписываем долечие в мире вот этого абсолютного зла. Но зло и беды в мире, они от Всевышнего, и тот, кто так не считает, боюсь у него проблемы с чистотой монотолизма. По этому поводу черти, они творение рук Всевышнего и в Перкеавод, когда мы предъявили историю в Перкеавод, что Бог создал чертей до конуния наступления субботы, то мы понимаем, что даже если мы считаем чертей злом, то они созданы Всевышний. Хотя считать этих чертей злом я бы не советовал, потому что чертей злом тоже верят в каком, ну, я не знаю, там, евреи зло для арабов, а арабы зло для евреев. Сами посетили какие-то другие злобы не являются, в них взаимоотношениях такие. И чертей в этом смысле не является абсолютным зломом, даже близких злом не является. Хотя понятно, что для людей люди бы предпочли с ними лишнего, не имея дела и правильного, которые хотели быть лишним, лишних дел. И лучше не общаться. Вот теперь, вот после вот этой оговорки о монотеизме, который я считаю в этом тексте просто безумно важным, мы можем поговорить о лилите. История про лилит, она удивительно странно и идет кругами. Время от времени, а ей как бы... Я не слышу, я бы что-то хотела сказать, нет? Да-да, если позволите. Да, пожалуйста. Вот мне бы хотелось немножечко остановиться на вашем подтверждении о том, что ответ на вопрос может натворить угло, ответ ответ ответательный, связан с некоторыми проблемами с пониманием монотеизма. А вот в моем представлении это не совсем так. А именно, первое, что сделал Творец, это он создал закон, по которому Творец испытывает потребность в творении блага. До этого такой потребности у Творца не было, потому что он абсолютно самодостаточен. То есть первое, что он сделал, это он сделал закон, по которому, создал закон, то есть угодно природы, по которому Творец может испытывать потребность в творении блага. И далее, все, что он делал, он делал в соответствии с этим законом. Закон в соответствии с которым... И это совершенно не так. Если он не создал закон, по которому он испытывал потребность творить зло, вот нет такого закона. А есть закон... Понимаете? А дальше оно... Я понял. Я хочу здесь... Я готов ответить на этот вопрос довольно простым образом. И здесь просто нас уведет, я боюсь, далеко, скорее в область философских всяких вещей. Дело в том, что для того, чтобы говорить на такие темы, нужно неплохо определять понятное исходство. Когда мы говорим зло, мы в это слово включаем очень много чего. К несчастью, это слово неудобно именно тем, что оно слишком общее. Вот смотрите, вот я готов привести пример Древо Поздания, оно Древо Поздания, как вы помните по-русски, перевод добра и зла. Тов-бара. Но вообще, если мы вернемся к оригиналу, то там написано добро и зло. Да, по-русски Тов-это хорошо, Ра-это плохо. Проблема в том, что слово, будучи слишком общим, очень мало что говорит. Что значит добро? Добрый инструмент это хороший инструмент. Он моральность ничего не имеет. Плохой инструмент, он это не сотворение зла. Поэтому, когда мы говорим Древо Поздания, добра и зла, мы почему-то очень резко усиливаем то, что написано в оригинале. В оригинале стоит безумно растяжимое понятие. Тов-бара. И, например, Рамбан, который это место комментирует, утверждает, что Тов-бара, которое в теории имеется в виду, что Древо Поздания хорошо и плохо. Способность к оценочным суждениям. Вот это хорошо, а это плохо. Яблоко, это хорошо, а белина это плохо. Ходить одетым хорошо, а ходить голым плохо. К абсолютам не имеет никакого отношения. Когда мы говорим, что Бог и создатель зла, не надо, это это когда мы говорим точно так же. Плохой завтрак, добро, для меня хороший, скучный завтрак. Ведь курочки для курочки являются абсолютным злом. Это надо понимать. По этому поводу вот эта терминология она нас сильно подводит. Мы утверждаем, и это очень важное понятие. Давайте я в рамбовских терминах, я все-таки немножечко рандомирую, в рамбовских терминах я готов читать определение зла, и мы видим, что зла не существует. Зло это лишенность добра. Нет отсутствие добра это зло. То есть зло это как бы пустое место. Потому что мир устроен сложнее, чем на каждую вещь, на вещи первых невозможно. Вот это зло, вот это добро. Все, что происходит в мире, оно нужно зачем-то. То, что это необходимо для мира, автоматически исключает его из понятия зла. Потому что зло это то, что для мира не нужно. А такого в мире нет. Всевышний не наложил на себя обраничение, что он не делает зла. Всевышний в нашем мире проявляется через то, что в нем происходит только то, что нужно для этого мира. А тем самым, как бы мы, нам не было неприятно, каким бы злым мы не считали некоторую вещь, оно добро в глобальном масштабе, в масштабе функционирования мира. И в этом смысле все, что происходит в мире, и то, что мы называем добром, и то, что мы называем злом, является произведением рук Всевышнего, потому что весь мир является произведением сбору. Вот здесь, хотя немножко слишком философскую, по-моему, но проще мне отвечать трудно, чтобы отметить коробку. Я такой ответ наше струю. Ну, не подойте на минуту вас на держит. Давайте после лекции хотите? А это возможно, пожалуйста, с удовольствием? Не знаю, возможно ли это технически, или связаться с Антонией и я около компьютера. Ну, без этого. Окей. Значит, теперь, по этому поводу появляется наверное первая по времени история про Лилии. Для тех, кто хорошо знает книгу Бытия, книгу Бориши, я напоминаю вам что в первой главе в рассказе о творении говорится, что Всевышний создав человека мужчину и женщину одновременно как-то. Более того, если вы откроете пятую главу той же книги, то вы обнаружили там совершенно замечательную фразу «И создал Бог человека мужчину и женщину и женщину создал его». То есть, человек это мужчина и женщина одновременно. И в рассказе в первой главе «Иди в бытия» и «Иди в решит» мужчина и женщина создана одновременно. Во второй главе женщина, как мы помним, создана из то ли бока, то ли ребра, какое хотите слово возьмите, цело. Цело может быть бок, может быть ребро, может быть вообще кость какая-нибудь. Я не буду современной совершенно непристойной толкования к этому месту приводить, к которому это абсолютно безутаризия, но оно к несчастью и не при женщине. Он создал Ебу, первую женщину создал из мужчины, из первого человека. Отсюда начали издиктает мидраж, который называется мидраж о первой Ебу. И, например, в Талмуде есть замечательная история. Первая Еба, та, которая создана в первой главе книги Борисов. Спрашивают, а вот первая Еба, первая Еба давно умерла, а там другая Еба в рассказе второй главы. Я сейчас не хочу останавливаться над длинным апресидом, что на самом деле первая и вторая глава рассказывают один и тот же рассказ. Просто потому, что вы не занимаетесь этим соблюдом. Это один и тот же рассказ. но у мидрашей и у рассказов талмудических баек полтований другая логика немножечко. И они регулярно превращают в реальность то, что является не более, чем литературным приемом регидаемом. По этому поводу появляется рассказ о Лилит. Лилит, она как бы та же первая Еба, вот не та Еба, которая про мафию рода человеческого, а как бы была другая женщина. Та самая, которая была создана руками Божьими, так же, как Адама создана руками Божьими, одновременно и разными. А Еба, которая про матерь людей, она создана позже как часть мужчины. Вот эта первая женщина, значит, рассказ, это совершенно замечательный и пикантный до нельзя. значит, когда Северич не создал первого человека, одного, он создал Ебу Женщину, я в данном слухе читаю книг, называется Альфа-Бейта до Конфира, это, по-моему, это 6-7 век в сборке, сказал ему нехорошо быть человеку одному, и создал ему женщину земли, подобную ему, то есть, как первый мужчина был создан, как она, не так и первая с и назвал ее Лилит. Тут же они начали ссориться друг с другом, она сказала женщину, я не буду лежать внизу, а он сказал, я не буду лежать внизу, а только сверху, потому что я достойно того, чтобы лежать сверху, а тебе достойно лежать снизу, а мне сверху. Ну, я просто читаю, вы учтите, что евгаризм очень древняя цивилизация, поэтому куча половых вещей относится куда спокойнее, чем, то есть не считает непристойностью то, что другику может быть чистым. Здесь это совершенно нормально. Сказала она ему, мы равны, потому как я и ты были созданы из земли, и не слушали они друг друга. Увидев такое, произнесла Лилит Чемхама Фораж, опять, не имя Бога, как ненормальные всякие переводы, одну из магических формул, какую-то магическую форму, и улетела по воздуху. Адам начал молиться в силу, и сказал, вот это мило. Женщина, которая сбежала от меня. И тут же послал создатель трех ангелов, этих ангелов, так как книга более посвящена ангелологии, ангелологии. значит, если кому-то интересно, их создадут саной цеманглог, этих три ангелов, чтобы вернули ее. И ввел передачу, если она не вернется, то каждый день будет умирать стоить ее детей. Да, задача, вся эта история происходит в районе. Отправили за ней ангелы, носили ее над морем, там, где в будущем потонут египтянец, то есть Ямсу, и передали ей слова Всевышнего, а она отказалась вернуться. Тогда они стали грозить, что они ее потопят, а она сказала и поклялась имени Всевышнего, что я создан для того, чтобы наводить болезни на мальчика первые восемь дней их жизни и наделась первые двадцать дней их жизни. Клянусь, что не буду наводить болезни на них, не буду извините, не буду наводить болезни там, где увижу ваша египта. Придели они ее клятву, и она приняла, что каждый день будет убирать 100 египта. Поэтому каждый день убирают 100 чертей. Но количество рассказов провели по последнему циклу слов Дэна Брауна, как вы говорили, я просто их не мечтал. Опять пошла в воду, только вот эта пикантная подробность по тому, что скоро была по поводу так, мы куда спали друг с другом, обычно не приводят эту историю. но что вы понимаете, что вот эта религия это и есть первая чертога. Причем она так же как человек создана из земли, которая сознательно выбрала путь мстить людям, потому что Адам ее как бы отказался ей подчиняться. Я хочу прохивания, опять тот же грех Гордыния лучше. Там ангелы говорят в истории с Шерказаем и Азаэлем ангелы говорят, что они лучше людей. Здесь Лилиф говорит, что она лучше. И обиженная на то, что Адам после этого предпочел ей Еву, этот Хапаам на этот раз плоти моей, кость от кости моей, ее назовут Иша, ее назовут женщина, потому что она взята от мужчин. В переводе теряется игра слов чудесная, игра слов, которые в оригинале ее назовут Иша, потому что она взята от Иш. То есть Иша это то же самое, что Иш, только в женском роде. Просто одно и то же слово, то есть как бы мужчина предпочел, чтобы женщина была то же самое, женщина была им самим. вот эта обида милит, которая есть, как бы делает ее чертовку, и она мстит потомкам Евы, мальчикам первые восемь в жизни, и девочкам первые двадцать в жизни. Ее потомки, значит, в демонологической литературе милита высшая чертовка такая есть, у нее есть луч черт не менее высший, о котором, насколько я понимаю, нам придется просто прерваться и поговорить, но этот черт высший имеет другое происхождение, а не это. Но в этом смысле количество амулетов, я в следующий раз просто покажу вам серию амулетов, где она упоминается, и эти ангелы упоминаются, но я хочу обратить внимание еще раз, что как бы лилит становится чертовкой, потому что она сама выбрала этот путь с помощью солдатства. И она становится бессмертной чертовкой, высшей чертовкой, бессмертной, но пока существует мир, высшей чертовкой из высших вектор религии. Насколько я понимаю, вы должны здесь кончать, если есть вопросы, я отвечу, да. Окей. Тогда до свидания, для этого значит вам подкинуть мой адрес, тогда я подкинулся. Я хотел добавить, если можно, такую штуку, на самом деле, можно, конечно, напрямую общаться с лектором, это тоже правильно, но и правильно также делать две вещи. Во-первых, можно продолжать некоторый диалог на страницах Facebook, привлекая тем самым остальных людей к этому курсу, наверное, правильно. И второе, на странице курса есть возможность проводить форум, это как бы еще одна возможность. Это то, что я хочу сказать. Хорошо? Значит, еще то, что пока Мейер пишет свой адрес, насколько я понимаю. Я хотел сказать, что... Лучше, наверное, Skype дам, да? Я попробую сам по Skype вам позвонить. Вот адрес, конечно. Да, обращаюсь еще ко всем, замечаю, что... Через пару минут, сейчас, через пару минут начнем... Александр, давайте минуты, дайте я кончу. Через пару минут начнется... Да, Мейер, я могу... Я уберял тебя из звука. Да, я могу выключать? Да. Ладно, всем спасибо, до свидания. До свидания. У нас будет некоторый перерыв на Песах и занятия возобновятся после Песаха. Все, всем пока. а old吗? Итак, у нас будет какой-то fal